Надо вот так потрясти. Вдруг в бутонах сотрудники Россельхознадзора найдут вредителей. Еще больше будут потрясены любители букетиков, когда узнают, сколько цветов останавливают на границе с Россией. С начала года в Алтайский край не пустили около 45 тысяч бутонов. Это только из Казахстана. Боится фитосанитарный надзор так называемых карантинных объектов, то есть организмов, которые в крае не живут и опасны для любых растений. Известный пример карантинного животного – западный цветочный трипс. Если он будет сюда завезен, он будет повреждать цветы и те цветы, на которых он поступил, и, соответственно, цветочки те, которые находятся рядом. Цветы повреждаются и погибают. Если трипса случайно пропустили через границу, нашли уже на складе, партия будет уничтожена. Иначе вредитель погубит и ваш букет, и комнатные растения. А как помочь цветам простоять дольше, если вы купили здоровые растения? И как их правильно выбрать? У розы должна быть хорошая листва, яркого окраса, плотный бутон. Если этот лепесток не убран, это, наоборот, признак свежести. Для эстетической красоты можно их убирать, ни в коем случае розе это не вредит, но с ветровым лепестком цветок стоит дольше. Николай Яковлев – флорист с 10-летним стажем, участник всероссийских и международных профессиональных чемпионатов. Объясняет, что продлить жизнь цветку можно, например, если хотите подмешать что-то в воду, лучше использовать специальное средство. Стоит оно недорого. А уже потом правильно поставить цветок и следить за ним. Все цветы необходимо подрезать перед тем, как ставить в воду. Цветок – это шприц, он постоянно в себя что-то впитывает, и если нет влаги, он своим срезом впитывает воздух, образуется воздушная пробка, сквозь которую влага уже не доходит до самого бутона. Ни в коем случае не используем ножницы. Ножницы передавливают и пережевывают. Тем самым впитывающая способность цветка, она нивелируется еще больше. Лучше всего использовать канцелярский нож и обновлять срез, если он со временем темнеет. А также регулярно менять воду. Не ставить цветы на окно. Прямые солнечные лучи и сквозняки – враги красоты. Девушки, хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим 8 марта и пожелать вам, чтобы в вашей жизни было больше цветов. Андрей Дрегер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.